Байт-Уль-Мукаддас или Иерусалим Место, с которым связана вся история человечества, вместе с тем и история религии. Здесь находится Дом Всевышнего, куда на протяжении тысячелетий стремили все пророки и праведники. Мечеть, стоящая в числе трех священных мечетей мира, после мечети в Мекке, в Лучезарной Медине, это Масчеду Акса. Наверное, нет мусульманина, который бы не хотел посетить эти святые места, тем более, что о ценности посещения Масчеду Акса говорится и в хадисах пророка. Сегодня сделать это нетрудно, и стоит эта поездка относительно недорого, примерно полтора тысячи долларов на человека. Поэтому первым делом, прибыв в Байт-Уль-Мукаддас, мы направились в мечеть Масчеду Акса. Зайдя на территорию мечети, нам крупно повезло. Мы познакомились с Саидом. Он араб, родился и вырос здесь, и прекрасно говорит на русском. Оказалось, что он учился в России, теперь вернулся на родину и работает врачом в городской больнице. Он и согласился быть нашим гидом. Саид предлагает провести экскурсию согласно исторической хронологии и посетить вначале подземную часть мечети, заложенной при халифе Умари. В данном моменте сейчас у нас эта мечеть, это подвольная, старая подвольная мечеть. Во время халифа Умар-Убин-Хаттаб был почти построен или ремонтировали его, ремонтировали его во время Умар-Убин-Хаттаб, это тысяча триста лет назад. Поэтому мы видим, что все старые, камни старые, место маленькое, потому что в то время мусульманов не так было много, чтобы расширить место мечети. Первоначальная мечеть здесь была построена еще при пророке Давуде, а закончено строительство при его сыне, пророке Сулеймане, но эта первая мечеть была разрушена вавилонским царем Бухтанасаром. А то, что сегодня мы видим, это реконструкция, проведенная после освобождения Иерусалима в 16-м году по хиджре халифам Умарам, рази Аллаху Анну. А при Османской империи здесь была устроена и библиотека. Мы находимся сейчас перед библиотекой исламской, Хаттания называется. Эта библиотека построена почти 500 лет назад. В нее книги исламские, проводили уроки по исламской религии. И она разделится на две части. Часть исламский, там изучаются все исламские истории, и религии, и арабский язык, и все исламские науки. А в второй части там есть известные науки, как, например, астрономная, как математика, физика, и разных материалов. С течением времени в этих стенах стало тесно. И в 687 году при халифе Абдул-Малике ибн Марване началось грандиозное строительство. Прямо над этой постройкой, заложенной при Умаре Рази Аллаху Анху, была построена новая мечеть и засыпан двор вокруг нее, благодаря чему мечеть стала двухъярусной, состоящей из подземной и надземной части. Верхняя часть масштаба Акса тоже довольно внушительных размеров. Центральный вход состоит из семи больших ворот, каждая из которых ведет в зал мечети. Самый широкий из этих залов центральный, в конце которого находится михраб. Сейчас мы находимся в главной мечети, называется Месчет Аль-Киблий, главной мечети Аль-Мазли Акса. Внутренне его, как видите, большой, Маша Аллах, место он почти помещается до 10 тысяч. И, как указано здесь, вокруг стены, есть там написано в рамках, в этой рамке каждый именно сподвижники, которые обещали им рай в их жизни, когда они были живы. Абурок Мухаммазал Абишал Имрай, они 10 сподвижников. Показано сподвижник Саид бн Заид, это который тоже Абурок Мухаммазал Абишал Имрай. Там сподвижник Абу Абайда Амр бн Джарах. И дальше, конечно, остальные Аз-Зубайр бн Ауам, Аумар бн Хаттаб, Утмар бн Аффан, Абу Бақзад Суддиқ, Али бн Абиталиб, и тоже там Абдар Рахман бн Ауфталах бн Абайда Аллах и Хамз бн Абдал Мухаммазал Абиталиб. Внутренняя отделка мечети просто великолепная. К примеру, при отделке купола использовалось золото в перемешку с известью. При ее построении были задействованы лучшие мастера и использованы самые современные на тот период технологии. Этот кубол построен был во время тоже хилиафат Аумуити, и она очень красиво выглядит, сильная исламская, чистая исламская архитектура. Рядом с бинбаром написаны аяты из суры Аль-Исра, говорящие о перенесении пророка, саллиллаху алейхуасалам, из Мекки в Байтул-Муқадас. Там этот аят из суры Аль-Исра, перенесионная сура, когда пророк Мухаммазал Абдалдан был принес из Мекки в Иерусалим. И этот аят написан без огласовки, потому что ее поставили или строили во время начала ислама, во время хилиафат Аумуити, до огласовки Корана. В течение тысячи с лишним лет все это великолепие неоднократно обновлялось после землетрясений и пожаров, которых пришлось испытать этой мечети. А во время захвата крестоносцами Байтул-Муқадаса мечеть была разделена на три помещения, конюшню, христианский храм и на канцелярию для писарей. И только после освобождения Байтул-Муқадаса с Аляхуддином Айубей, все было восстановлено. И указано имя султана, который их построил, султан Малик Насыр Адиль Мужахид Салахуддин. Он ремонтировал ее. После освобождения мечеть вновь была открыта для богослужения. Сюда был поставлен минбар, изготовленный еще за 20 лет до освобождения мечети Акса еще по приказу султана Нуруддина Занки. К сожалению, при его жизни не суждено было освобождение этой мечети. И минбар был поставлен здесь султаном Салахуддином. В 1969 году мечеть была подожжена, и минбар Салахуддина Айуби сильно пострадал от огня, так что не подлежал восстановлению. Но это, как вы сказали, это второй, первый, который был из Джигон в 1969 году на руках один австралийский еврей, он его поджжег, и два года назад только установили его и поставили вместо Стали. Но только подобное, которое было. Копии от него. Теперь минбар окружен защитным стеклом, чтобы эту красоту никто не испортил. Мы находимся на этот окна мечет Лакса. Здесь мы видим из окна сад. Этот сад, конечно, сейчас он принадлежит израильский государство, они ухаживают за него, особенно глава администрации города Иерусалима. Но, в общем, этот сад, он находится относится к мечет Лакса. И, как видите, он очень красивый и чистый, но нам, мусульманам, не пускают туда. Мы посетили эту мечеть в последние дни месяца Рамазан, когда людской поток сюда особенно большой. Со всей Палестины в эти дни мечеть посещают тысячи людей для богослужения. Далее Саид предлагает пройти к Кобату Сахра, то есть к куполу над скалой, с которой пророк, салаллаху, вознесся в ночь Мирадж. С ней зачастую люди ошибочно путают мечет Аль-Акса сегодня. Сюда же идет дядя Саида. Халил Хасан, преподаватель физики Иерусалимского университета. Он хочет раскрыть нам некоторые архитектурные особенности этой постройки. Оказывается, Кобату Сахра была сделана, что называется, с умом. Доктор Халил Хасан говорит, что в каждом элементе этого здания отражен какой-нибудь смысл. Это макет купола скалы, предварительно построенный до постройки самого купола скалы. Вот он перед вами. Сейчас мы находимся перед почтенной мечетью Сахра, которая была построена во времена Абдуль-Малика Ибн-Маруана. И была она построена как пример исламской архитектуры. Она имеет восемь сторон. Северная, западная, восточная и южная. Каждая из этих сторон имеет дверь и шесть окон. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это вот западная сторона. И мы сейчас перейдем на северо-западную сторону. Пожалуйста. Это вот сторона северо-западная. На этой стороне нет дверей, поэтому тут семь окон. Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы видели своими глазами? Посмотрите на ее вид. Это северные двери. И тут количество окон. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Почему? Потому что тут дверь. Всего из восьми сторон куботу Сахра четыре стороны с шестью окнами и четыре с семью окнами. Шесть окон умножаем на четыре стороны. Получается цифра 24. А семь окон умножаем на четыре стороны. Получается цифра 28. А к 24 прибавить 28 получается 52. Это количество недель в году. Пройдем далее. При входе в куботу Сахра мы находим восемь столбов. Они, оказывается, символизируют количество ангелов, которые, согласно Корану, несут небесный трон. Заходим внутрь. Когда заходишь через дверь, впереди встают два круга из столбов, внешний и внутренний. Внутренний находится непосредственно рядом со скалой, а внешний – это вот эти столбы. Купол опирается на два круга столбов, внутренний и внешний. Внутренний круг состоит из четырех квадратных и из двенадцати круглых столбов, а внешний – из восьми квадратных и шестнадцати круглых столбов. И когда ты входишь через эти двери, то встречаешь эти два круглых столба и еще три круглых столба во внутреннем круге. К трем внутренним столбам прибавляем два внешних. Получается цифра 5, что равно количеству столбов ислама. Этот внутренний круг, который находится над скалой, состоит из четырех квадратных столбов. И между квадратными столбами по три круглых столба. И если три умножить на четыре, получится двенадцать. А двенадцать – это количество месяцев в году. Четыре квадратных столба – это времена года. Времена года и количество месяцев в году. Посмотрите сами. Еще к ободу Сахра украшено 14 михрабами. Эти три михраба символизируют три священные мечети. Это мечет Мекки, Медины и Машчуду Акса. Это семь михрабов. Первая предполагаемая версия – это то, что они символизируют семь небес. Вторая версия – это семь земель. А более точная версия – это семь дней недели. Авторами этого архитектурного замысла были Язид Ибн Саляма и Таби'ин Раджа бен Хайва. Все это великолепие было предназначено, чтобы увековечить скалу, с которой наш господин пророк Мухаммад, саллиллаху алейху асалям, был вознесен на небо. Сейчас это благословенное место плохо видно из-за ограждения в период ремонтных работ внутренней стороны купола. Не видно отсюда. Там, потому что закрыли, там идет ремонт. Но люди могут пройти под саму скалу. На фотографии можно посмотреть, как она выглядит сверху. Длина этого огромного камня 13 метров, а высота 2 метра. Еще пророк Сулейман, саллиллаху алейху асалям, именно здесь принес жертву и вознес хвалу Всевышнему за все блага и сделал дуа для всех тех, кто будет посещать Байтуль-Мукаддас. А наш господин пророк Мухаммад, саллиллаху алейху асалям, именно с этой скалы был вознесен на небо, после того, как он совершил намаз со всеми пророками. Пророк, саллиллаху алейху асалям, побивал здесь во время Меораджа, за три года до хиджры. И только при халифе Умара, разя Аллаху анху, это место перешло под власть мусульман. До этого, в течение 20 лет, оно оставалось под властью Византийской империи. А при халифе Абдул-Малике и Бенмарване, вместе с постройкой Масчудом Акса, был построен этот купол. Высота постройки 40 метров, полумесяц над куполом потен на 4 метра. Купол расписан изысканными узорами, а вся мечеть у машина мрамором. Все это отражает величие исламского халифата, достигнутое при амиядах. Но в период захвата крестоносцам все это чуть было не потеряли. Сначала его превратили в храм, а затем, зная, что для мусульман эта мечеть священная, крестоносцы разбирали эту мечеть и камни продавали по цене золота, равные весу камня. А эмиры мусульман скупали их и хранили до часа освобождения Байтул-Мукаддаса, что и произошло в 1187 году при султане Салахуддине. Он освободил этот город и реконструировал Масчуду Акса и Кубату Сахра. С течением времени при разных халифах проводилось обновление Кубату Сахра. Последнее значительное обновление было проведено в 1995 году. Тогда этот купол был покрыт пластинами из чистого золота, на что ушло 24 килограмма. Далее Саид ведет нас к мечети Марванидов, находящейся в нескольких метрах от Масчуду Акса. Она также теперь находится под землей. Постройка этой мечети относится к периоду правления Марванидов. И этот огромный большой зол, Маша Аллах, построен, как сказали, тысячу лет назад для намаза. И когда, особенно зима, когда идет дождь или какой холод, все мусульмане делают намаз в эту мечеть. И называется Масчуд Марвани, мечеть Марвани. Марванзики, наверное, относятся к Марване, который строил саму мечеть его, Абдул-Малик Абдул-Марвани, как его отец. По площади она больше, чем Акса, и состоит из 16 залов, разделенных колоннами. На первый взгляд кажется, что в этой мечети не было обделки, и углы колонн в некоторых местах разбиты. Все это следы пребывания крестоносцев, при которых она была превращена в конюшни. В 1996 году мечеть вновь была открыта для богослужения. С западной стороны Аль-Акса есть еще одно примечательное место – мечеть Бурака. Это место, где считается, был привязан Бурак к пророкам, саллаллаху аллаху ассаллаху. Басмеллаху архиму. Мы находимся на западной части мечети Акса. Сзади меня эта стена, называется стена Аль-Бурак, или стена Плача, в сторону еврейской части. Эта стена, конечно, относится к мечети Акса, но евреи забрали ее, как считали, что это храм для них, стена Плача, как будто для них, что пророк Яхья там его урезали во времена. И из-за этого они там плачут и молятся. И, как видите, эта стена внутри Акса, сзади нее это стена Аль-Бурака. Таким образом, эта стена сегодня собирает представителей обеих конфессий, но по разные стороны, и является границей между иудейским и мусульманскими кварталами Байт-Уль-Мукаддаса. Байт-Уль-Мукаддас сегодня, как известно, многоконфессиональный город. Здесь проживают мусульмане, христиане и иудеи. Здесь, неподалеку, в 400 метрах от Масчи-дуль-Акса, можно увидеть свидетельство, что заложило основу религиозной толерантности в этом городе. И Саид предлагает нам туда пройти. Проходяя по узким улочкам старого города, попадаешь на настоящий восточный базар, где продается все. Особенно удивляет разнообразие пряностей и специй, которыми богата земля Палестины. После небольшой прогулки мы пришли к мечети Умара, стоящей прямо напротив главной христианской святины храма Гроба Господней. Во время отикрывания Иерусалима, во время Умара, Ардибdah, у Муса, предусмотрел ему делать намаз, когда он зашел в эту церковь, пришло время намаза. И предусмотрел ему делать намаз в эту церковь. Он отказался делать намаз в этот церковь. И сказал, что он делал намаз рядом в эту церковь. И вместо этого места, где он намаз делал, построили мечет. И называется мечет Умара, ради Аллаху. Мудрость этого поступка была в том, что Умар, рази Аллаху анху, побоялся, что со временем, последовав его примеру, люди захотят молиться здесь и превратят храм в мечеть. И тем самым подкрепил охранную грамоту, выданную им патриарху Иерусалима Сафронию Первому, которым гарантировалась защита прав христиан Байтуль-Мукаддаса. Он подписал, что дал им свободу на религии, свободу на поклонение их религии в их церковь, и дал им, чтобы они безоблашли для жизни, одежды, деньги, имущества, жить на территории Иерусалима. Иначе и быть не могло. Это был праведный халиф Умар, рази Аллаху анху, не отходивший от предписания ислама ни на секунду. Эта справедливость Умара, рази Аллаху анху, освободила Байтуль-Мукаддас мирным путем. Теперь эта история широко известна. Когда предводитель войск мусульман Амр бин Асс осадил город, христиане согласились сдать Байтуль-Мукаддас только халифу Умару, рази Аллаху анху, сказав, что в их старых книгах есть описание предводителя тех, кому предназначен этот город. И тогда Амр бин Асс отправил людей за Умаром, рази Аллаху анху. Халиф со своим слугой имели лишь одного коня для этого путешествия, и они поочередно садились на него. Подойдя к городским стенам, настал черед Умара, рази Аллаху анху, спешиться и пустить слугу, что он и сделал. Но слуга предложил Умару, рази Аллаху анху, остаться на коне, чтобы халиф не выглядел в глазах городской аристократии приниженным. Но Умар отказался, сказав, что он возвеличен исламом, и другое величие ему не нужно. И продолжил путь пешком, держа уздечку коня, на котором сидел слуга. Увидев такого аскета, христианские монахы убедились, что этот халиф мусульман, о котором сказано в их книгах. До этого люди, знавшие победителя и побежденного, где зачастую у побежденного не было никаких прав, увидели новый порядок, другую модель жизни, предлагаемую исламом, где права человека уравнялись независимо от социальной и расовой принадлежности, что побудило многих здесь принять ислам. История Байт-Уль-Мукадаса История Байт-Уль-Мукадаса История Байт-Уль-Мукадаса История Байт-Уль-Мукадаса История Байт-Уль-Мукадаса